Дружить городами Казань стала еще в советские времена. Одним из первых городов-побратимов у Казани стал немецкий Брауншвейг. Соответствующий меморанду подписали еще в 1988 году, а в 1994 в Казани прошли Дни Германии. Почетным гостем стал мэр Брауншвейга, который принес в дар Национальной библиотеке Татарстана 200 книг об истории и культуре немецкого народа. Всего же у Казани сегодня насчитывается 17 городов-побратимов. Среди них турецкий Искишахир, Истамбул, египетская провинция Аль-Мануфия, индийский Хайдарабад, китайский Ханчжоу, латвийская Юрмала, итальянский Урбина и казахская Астана. И даже такие экзотические, как Харары, столица Зимбабве. Стамбул очень красивый город, один из красивейших городов в мире. Еще Наполеон говорил, что если бы мир был одним государством, то столицей был бы Стамбул. И все же наиболее прочные связи сложились между Казанью и Турцией. В дни универсиады в июле 2013 в Казани появился парк Стамбул. А через год президент Атарстана Рустам Меньханов посадил дерево в парке Азнакаево в турецком городе Тарсус. В столице Казахстана скоро появится улица имени татарской царицы Сюмбике, а в Казани сквер Астана. Об этом договорились президенты Рустам Меньханов и Нурсултан Назарбаев во время Дней Республики Татарстан в Казахстане. Казанцы преподнесли в дар Астане самый настоящий татарский сабантуй. Для нас большая честь, что наши лидеры и Нурсултан Абишович и Владимир Владимирович создали все условия, чтобы и бизнес, и культура, и наше общение было полное. Майдан развернулся на площади перед ханским шатром. Это уникальное сооружение и впрямо напоминающий покосившийся шатер, не что иное, как самый крупный торговый центр в городе. Кстати, Батыр, победивший на сабантуй, получил приз от президента Татарстана – автомобиль. Субтитры создавал DimaTorzok